Всем привет! Меня зовут Леонид Смит и сегодня я расскажу о некоторых вариантах крепления петличного микрофона для записи хорошего звука. Думаю, не стоит объяснять, что звук, записанный через петличку, будет лучше, чем звук с камеры. Поэтому, если вы занимаетесь видеосъемкой, то рекомендую обзавестись минимальным комплектом для записи звука. Подробнее о таких комплектах я расскажу в отдельном видео, поэтому подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. А еще можешь поставить мне авансом лайк, думаю это видео будет полезным. Итак, самый простой способ крепления петлички это использование стандартного крепления зажима, который идет в комплекте с петличкой. У меня есть петличка РОД и в комплекте есть зажим и поролоновая защита. Как можно закрепить петличку, например, на майке? Провод пропускаем под майкой и крепим на горлышке зажим. Дальше регулируем уровень громкости записи. Плюс этого способа крепления, что это быстрый вариант. Минус в том, что если ткань будет мягкой, то петличка может завернуться, или она будет постоянно тревожить человека, и он может ее поправлять, и все это будет сказываться на качестве звука. А еще, из-за того, что микрофон будет близко находиться к горлу, то звук будет немного жестким. Второй вариант крепления подходит тем, у кого есть пиджак или рубашка. Мы крепим петличку на отворот, и для надежности можем сделать вот такую страховочную схему крепления провода на тейп, или на худой конец на пластырь. Плюс в том, что это быстрый вариант, и звук будет хорошим. Минус в том, что если человек будет повернут в левую сторону, а микрофон будет у вас с правой стороны, то звук будет тихим. Наверное, вы видели, что в таких случаях, когда говорящий активно ведет беседы в разные стороны, то на него цепляется система из двух петличек, чтобы звук был хорошим с любой стороны. Поэтому, если у вас одна петличка, то выбирайте правильную сторону крепления в зависимости от расположения объекта в кадре. Если вам, как и мне, не нравится, что петличку видно в кадре, особенно когда петличка черная, а одежда белая, то вот вам еще способы, как можно ее закрепить. Самый бюджетный вариант, покупаете тейп и делаете треугольничек. Помещаем туда капсуль петлички и накрываем вторым треугольником. Дальше крепим это все под майку, или на тело, или на рубашку, в общем, в любое удобное место. После этого делаем петлю из провода и крепим ее тоже на тейп. В этом случае наш конверт из тейпа служит защитой от шуршания. Следующий вариант, вам понадобится ветрозащита. Ее можно купить на Алиэкспрессе, помещаем туда петличку и все на тот же тейп крепим к одежде. Еще можно купить вот такие резиновые демпферы от фирмы Роде. Я пробовал их использовать, мне не очень понравилось с ними работать, потому как нужно постоянно докупать клейкое крепление, чтобы это все крепилось хорошо. Еще они постоянно отваливаются. Возможно, я не совсем правильно их крепил, но я пробовал разные варианты, и в моем случае, когда нужно быстро прикрепить петличку, такой способ не подходит. Ну а если вы такие же мажоры, как и я, то для вас есть супер крутое решение, о котором я узнал не так давно. Но оно прям супер крутое, удобное, правда не дешевое. Покупаем вот такие вот резиновые пластины. Я специально купил двух цветов, белую и черную, чтобы можно было крепить на разную одежду по цвету. Там есть несколько вариантов крепления. Можно прикрепить на скотч, точнее двойную ленту, которая идет в комплекте. Ее можно прикрепить на ткань или на тело. Эти наклейки стоят тоже недешево, и если вы часто снимаете, то разоритесь на покупку этих наклеек. Я использую другой вариант. Есть обычная скоба, которая выглядит как скрепка. Ее можно крепить и на воротник рубашки, и на горлышко майки, и на пиджак. При правильном креплении никаких помех не появляется. Звук вполне достойный, крепление занимает меньше минуты, и эта скрепка не так сильно бросается в глаза. Все счастливы. Но есть еще один способ для ленивых. Если у вас есть микрофонная система DJI Mike, то вы можете прикрепить микрофон вот таким вот способом, и не париться вообще ни о чем. Она выглядит стильно, красиво, и сразу будет понятно, что вы профессионал. Самое главное, после того, как вы прикрепили петличку и начали съемку, обязательно, прям вот, ну обязательно, слушайте через наушники, что вы записываете. Иначе быть беде. Шуршание, поврежденный провод, помехи от телефона, перфоратор соседа, все это будет у вас на звуковой дорожке. Собрались записывать звук? Возьмите обязательно наушники. Кстати, хочу вам рассказать, что я начал делать эксклюзивный контент на Boosty. Там много всего полезного, поэтому рекомендую заглянуть туда и подписаться на рассылку. Все ссылочки в описании. Надеюсь, это видео было вам полезно, и теперь стало понятнее, как можно крепить петличный микрофон. В других своих видео я расскажу еще о других способах крепления и как вообще записывать звук. Поэтому вы все знаете. Лайк, подписка, колокольчик. С вами был Леонид Смит. Всем пока. Вот никого не было, никаких соседей не разговаривало. И вот сейчас какой-то вот зашуршал, закричал что-то. Не дают спокойно, блин, записать видео. Что, переписывают что ли? Надеюсь, его слышно не было. А я записывал звук-то вообще. Да. Вот сейчас я напрягся. Спасибо.